Когда я рассказываю о чем-то необычном в математике, например, о числах, которые больше бесконечности, мне часто пишут, что такого просто не существует. Или что оно противоречит логике, науке и так далее. Хотя логике уж оно точно не противоречит, а вот для современной науки такие необычные числа являются самой основой. И сегодня я расскажу о бесконечно больших, бесконечно малых, многомерных и других очень необычных числах. Но для начала возьмем классику, мнимые числа, то есть такие числа, которые при умножении на себя становятся отрицательными. Например, число i в квадрате равно минус единице. Вопрос, что же такое i? Если мы проведем числовую прямую, то там не будет места для такого числа, потому что положительные числа при умножении на себя дают положительные, и отрицательные числа при умножении на себя дают положительные. То есть минус на минус дает плюс, и плюс на плюс дает плюс. На всей числовой прямой просто нет чисел, которые при умножении на себя давали бы отрицательное число. Поэтому просто создадим новую числовую прямую, на которой вместо единицы будет это самое i. И теперь нам уже ничто не мешает взять 2i, 3i, минус i и так далее. А складывая это с обычным действительным числом, мы получим комплексное число, которое состоит как бы из двух чисел, а две его части называют действительной и мнимой. Мнимой, то есть как бы придуманный, несуществующий, и большинство математиков долгое время склонялись к тому, что это не настоящее число, а лишь некоторый математический трюк, который иногда можно использовать. А потом оказалось, что этими числами можно рассчитывать повороты на плоскости, а еще их можно удобно применять в электротехнике. А в квантовой механике многие процессы вообще описываются комплексными числами на самом фундаментальном уровне. Получается, что физика в самых своих основах содержит числа, которые выходят за пределы обычной числовой прямой. Но что если мы пойдем дальше и сделаем такое гиперкомплексное число, которое будет состоять не из двух, а уже из трех частей? То есть обычное действительное число, мнимое число и еще какая-нибудь часть. Например, можно добавить еще одну мнимую часть. У нас будет новое число, например, j, которое при умножении на себя тоже дает минус единицу. Но при этом оно не равно числу i. То есть это разные числа, но при возведении в квадрат они равны. Будет ли такое работать? Оказывается, что не очень, потому что при умножении таких чисел мы часто будем получать неопределенный результат. Это примерно как делить на 0. На самом деле, может быть, это и не такая большая проблема. Да, некоторые операции будут давать и результат, для которого нет числа. Или для которого подойдет любое число. Но как-то же в обычной алгебре существует и 0, и деление, и мы можем поделить на 0. Хотя результат в большинстве случаев будет неопределен. Может быть и с этими числами допустить, что пусть у нас иногда будет неопределенный результат. С одной стороны, да, но с другой стороны, такие числа все равно в таком виде ни для чего особо не используются. И к тому же их довольно легко исправить, нужно всего лишь добавить еще одно мнимое число. То есть такое новое число будет состоять уже из четырех частей, одной действительной и трех мнимых. И каждое мнимое число в квадрате равно минус единицы, но при этом они все три не равны друг другу. Плюс там еще есть несколько важных формул, вот они на экране. Или можно для них просто нарисовать вот такую вот схему умножения. Такие числа называют квадернеонами. Но зачем все это нужно, спросите вы. Оказывается, ими можно эффективно описывать повороты объектов в трехмерном пространстве. Любой популярный 3D-игровой движок, как например Юнити, использует квадернеоны в своих расчетах. Вообще, движок Юнити довольно прост в освоении и считается первым по популярности в мире. К тому же он кроссплатформенный. Кстати, если хотите изучить Юнити, научиться создавать свои игры с нуля или устроиться в компанию по разработке игр, то рекомендую курс разработчик игр на Юнити про от SkillFactory. На курсе вы сможете научиться с нуля создавать свои игры от идеи до релиза. И сделайте 7 игр для своего портфолио. Вы изучите основы 3D-моделирования и асинхронного программирования. Научитесь программировать на C-sharp и освоите Юнити на продвинутом уровне. На всех этапах обучения вас поддержат менторы из гейминдустрии, а карьерный центр SkillFactory поможет с трудоустройством. Средняя зарплата разработчика игр на Юнити в России 120 тысяч рублей. И при развитии ваших навыков чек будет только расти. В общем, переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс разработчик игр на Юнити про от SkillFactory, а по промокоду Anigiri для вас будет действовать скидка 45%. Если умножить 2 на 2, получится 4, то число больше, чем 2. А если умножить 0,5 на 0,5, то получится 0,25, то есть число, которое меньше, чем 0,5. Потому что когда мы умножаем числа, которые находятся между минус 1 и 1, они приближаются к 0. А остальные отдаляются. Точно так же происходит и с комплексными числами. Только вместо отрезка для них будет вот такой вот круг. Числа, которые находятся внутри этого круга, при умножении на себя будут оставаться внутри этого круга. А вот числа за пределами круга будут расти. Они тут покрашены разными цветами, в зависимости от того, с какой скоростью они растут. А если умножать число на себя много раз, то картина не поменяется. Но вот если каждый раз после умножения еще прибавлять к этому числу какое-то еще другое небольшое число, то получится такое вот бесконечно кривое изображение. Это называют фракталом. Подробнее об этом я уже рассказывал в нескольких своих видео, оставлю ссылки в описании. Но интересно тут то, что картинка очень сильно зависит от числа, которое мы прибавляем на каждом шаге. Но если к каждой точке прибавлять не одно и то же значение, а прибавлять к точкам изначальное значение самих же точек, то получится самый известный фрактал множества Мандельброта. Он интересен тем, что в него можно бесконечно приближаться, и при приближении он постоянно немного меняется. И все это получается, если использовать комплексные числа. Но что если использовать не комплексные числа, а какие-то другие числа, какую-то их альтернативу? И кто-то сейчас скажет, что если уж комплексные числа существуют, то какие-то вот альтернативные комплексные числа точно не должны существовать. И тут можно спросить, а существует ли, например, ноль? Люди долгое время считали, что нет. А сейчас он используется повсюду. А существует ли и единица, а двойка, а тройка, а число пи? А если существует, то где? И в каком виде? Кто вообще решает, какое число существует, а какое нет? Математика вообще становится похожа на какую-то религию. Существуют какие-то числа, их никто не видел, но они где-то есть. И вот как раз те, кто говорят, что определенных чисел не может существовать, как бы неявно подразумевают, что есть числа, которые существуют. То есть намеренно или нет, но они ссылаются на нечто подобное миру идеи Платона, где существуют некоторые абстрактные свойства, как, например, числа. И тут либо мы уже допускаем, что вообще все существует, либо кто-то отбирает, что существует, а что нет. И как решить такую философскую проблему, ну, если вы вообще считаете, что это является какой-то проблемой? Можно, например, сказать, что числа существуют лишь в контексте. Ведь математика основана на аксиомах. Аксиомы — это как начальные правила игры, а числа — это то, что в результате этой игры мы получаем. И в зависимости от того, какие изначальные аксиомы мы зададим, получаются разные числа. Например, довольно известным набором аксиом является аксиоматика Пиана. Это несколько небольших правил, которые задают все натуральные числа. И делается это очень просто. Во-первых, пусть существует какое-то начальное число, например, ноль. И у каждого числа есть следующее за ним число. При этом сам ноль не следует ни за каким числом. И так далее. И такими простыми правилами мы можем создать весь ряд натуральных чисел. Но кто-то может сказать, что вообще-то натуральные числа начинаются с единицы. И действительно, если мы просто заменим в аксиомах ноль на единицу, то у нас они будут начинаться с единицы, а нуля в этих аксиомах не будет существовать. И кто-то пользуется натуральными числами, начиная с нуля, а кто-то начиная с единицы. Все зависит только от того, какие изначально правила мы зададим. При этом не может быть неправильных аксиом, потому что аксиомы верны по определению. Могут быть неправильные выводы из них. Но обычно из аксиом хочется построить такую математику, которая не будет потом содержать в себе внутренних противоречий. Но что самое интересное, есть там противоречия или нет, это невозможно доказать, как минимум используя выводы из самих же аксиом. Но только после добавления новых правил мы не сможем доказать, что противоречий нет уже в новой системе с новыми правилами. Например, вот у нас есть натуральные числа, но нельзя доказать, что в них нет никаких ошибок. То есть вот у нас есть арифметика из натуральных чисел, но мы не можем доказать, не существует ли в ней каких-то внутренних противоречий. Но мы можем добавлять новые правила, новые аксиомы, и с помощью них доказать, что предыдущие аксиомы, например, не содержали противоречий. Например, мы можем расширить аксиоматику пиана, добавив числа, которые идут после бесконечности. И кто-то может подумать, что если число идет после бесконечности, то это какая-то не настоящая бесконечность, мы как-то ограничиваем бесконечность. Хотя вот представим такой вот круг, и в нем может быть бесконечное количество точек, но тем не менее за пределами этого круга можно поставить еще одну точку. Или между нулем и единицей можно выбрать бесконечное количество чисел. Однако после единицы есть еще числа, точно так же и после бесконечности могут быть еще числа, просто по аксиомам, потому что мы выбрали такие изначальные правила. И у меня, кстати, есть об этом видео, ссылка будет в описании. Так вот, оказывается, что именно с помощью таких бесконечно больших чисел можно доказать, что аксиоматика пиана не имеет внутренних противоречий. А что если рассмотреть не необычные числа, а необычные пространства? Мы постоянно взаимодействуем с окружающими объектами и представляем, в каком пространстве всё это происходит. Но что, если бы само пространство было бы другим? И что можно изменить в пространстве, чтобы оно поменялось? Во-первых, мы можем поменять количество измерений. Я уже рассказывал в своих видео про четырёхмерное пространство. Во-вторых, мы можем изменить кривизну пространства. Про это в своих видео я ещё не рассказывал. Но если упрощённо, то представьте вокруг себя окружность. В ней 360 градусов. А теперь возьмём и как бы раздвинем пространство и добавим туда ещё градусов. Чтобы их было, например, 400. Теперь у нас появляется огромный кусок нового пространства. Но мы же не находимся в каком-то центре пространства и не будет этот кусок распространяться только из нашей позиции. Получается, что из каждой точки пространства должен идти новый такой же кусок пространства. Получается, что геометрия такого пространства очень сильно поменяется. Появится гораздо больше сторон, в которые можно повернуться, и в каждом участке такого пространства сильно возрастёт его площадь. А вот так будет выглядеть перемещение по пространству с отрицательной кривизной. Выглядит как какой-то круг, но на самом деле это бесконечное пространство. Просто его невозможно спроецировать на обычную плоскость. Поэтому какие-то участки приходится рисовать крупнее, а какие-то мельче. Но это все было довольно упрощенное объяснение, вообще такая тема заслуживает отдельного видео. А пространство, которое мы получили, называют пространством с отрицательной кривизной. А что если таким образом не увеличивать пространство, а наоборот уменьшать, как бы вырезать из него определенный угол? Тогда это будет пространство с положительной кривизной, оно замкнется само на себя и образует сферу. На этой картинке, например, показано пространство с положительной, отрицательной и нулевой кривизной. Может быть слышали, что эксперименты показывают, что вселенная плоская. Так вот, плоская она не как Земля, а в данном случае это означает, что у нее нулевая кривизна. А что если менять не только кривизну пространства, а в целом то, как оно устроено? Мы обычно не видим само пространство, видим лишь объекты, а пространство как бы следует из-за расстояния между объектами. Что если мы поменяем способ определения этого самого расстояния? Тогда и у самого пространства будут совсем другие свойства. Например, представим плоскость, по которой ходить мы можем только вверх, вниз, вправо и влево. Если нам нужно пройти из точки А в точку Б, то лучше всего здесь будет идти по диагонали. Но мы здесь не можем ходить по диагонали, а можем ходить только вверх, вниз, вправо и влево. И в такой геометрии у нас оказывается много разных кратчайших путей. Вот несколько их примеров. Тогда поменяется и само пространство, у него будут совсем другие свойства. Этот самый способ определения расстояний в пространстве называют метрикой. А такая метрика, где можно двигаться только вверх, вниз, вправо и влево, называется Манхэттеновской метрикой, или метрикой городских кварталов. Потому что можно представить, что есть много домов, они расположены такой сеткой, и мы не можем проходить сквозь эти дома. Интересно тут то, что если взять все точки, которые находятся от нас на удалении, допустим, 100 метров, то они образуют вот такой вот наклоненный квадрат. А теперь вспомним определение окружности, ведь это все точки, которые находятся на равном одинаковом расстоянии от центра. То есть в такой метрике вот это является окружностью. В таком пространстве мы не могли ходить по диагонали, и поэтому окружность получилась такой странной. Но что если мы наоборот можем ходить по диагонали? И не просто можем, а переход в клетку по диагонали равноценен переходу в любую другую соседнюю клетку. Таким образом ходит, например, король в шахматах. Это называют уже метрикой Чебышова. И в такой метрике окружность будет выглядеть вот так. Как квадрат. А еще бывает такое, что разработчики игр просто складывают скорость перемещения персонажа по оси Х и по оси У, из-за чего персонаж начинает идти быстрее по диагонали. То есть он как бы живет вот в такой вот метрике Чебышова. Поэтому в некоторых играх по диагонали ходить быстрее, чем просто вверх-вниз, вправо и лево. А еще если менять параметры метрики, то можно перейти от такой окружности к обычной, и потом опять вот к такой странной окружности. Давайте вернемся к числам. Я уже рассказал о комплексных числах, где есть число i, которое при возведении в квадрат превращается в минус единицу. Но что если бы i в квадрате равнялось чему-то другому? Например, не минус единицы, а плюс единицы. И да, единица в квадрате тоже равна единице. Но i по условию не равна единице. i становится равно единице только при возведении в квадрат. Тогда у нас получились бы, кстати, тоже необычные числа. Такие числа называют гиперболическими. Если в комплексных числах окружность выглядит как окружность, то в гиперболических числах окружность выглядит как гипербола. Что довольно странно, но есть еще дуальные числа. Это числа, в которых вот эта вот мнимая часть при возведении в квадрат становится равна нулю. Тут окружность будет выглядеть вообще вот так. Но помимо окружности, давайте рассмотрим еще фракталы. Например, множество жулия использует комплексные числа и выглядят вот так. А так выглядит множество Мандельброта. Попробую использовать тот же самый алгоритм, который использовал для рисования множества Жулия. Но вместо комплексных чисел теперь буду использовать гиперболические числа. Я еще сам не знаю, что у меня получится, поэтому давайте посмотрим. Получаются вот такие вот квадратики, а множество Мандельброта получается вот такой вот минимализм. А как выглядит множество Жулия в дуальных числах? Выглядит как-то слишком просто, а множество Мандельброта почти так же, но чуть-чуть по-другому. Важно не перепутать. Получается, что другие альтернативные числа дают более простые результаты. Получается, что те самые числа, по которым работает наша вселенная, получаются самыми необычными. Я уже говорил о бесконечно больших числах, а что насчет бесконечно малых чисел? Они тоже используются, и встретить их можно в самых неожиданных местах. Например, вот эта называется игра Ним. В свой ход игрок должен взять любое количество спичек из одного ряда, но как минимум одну, и проигрывает тот, кто забирает последнюю спичку. Например, здесь первый игрок решает забрать последний ряд. Второй игрок забирает еще один ряд спичек. Тогда первый игрок забирает две спички из второго ряда. Второй забирает еще одну спичку, и первый забирает последнюю спичку и проигрывает. Но проиграл он, потому что совершил ошибку. А в таких играх у игроков есть полная информация обо всей игре, поэтому теоретически они могут составить идеальную стратегию и всегда ее придерживаться. Таким образом, если оба игрока будут придерживаться идеальной стратегии, то мы с самого начала по расположению спичек сможем определить, кто победит. Если теперь мы сделаем так, что из одного ряда спички может брать только первый игрок, а из второго только второй, то у первого игрока будет преимущество. И можно даже выразить числом, какое именно у него преимущество. Однако, если у второго игрока будет больше спичек, то тогда преимущество первого игрока станет отрицательным. А если количество спичек будет одинаковым, то у первого игрока преимущество станет нулевое, но так как он играет первым и должен взять спичку первым, то он проигрывает. Но если теперь мы сделаем то же самое, только объединим ряды и уберем ограничения на то, из какого ряда какой игрок может брать спички, то преимущество останется вроде бы нулевым, но проиграет второй игрок. Получается, что у нас существует два разных нуля, которые не равны друг другу. Этот второй альтернативный ноль обозначают звездочкой. При этом звездочка плюс звездочка равно нулю. В описании я оставлю ссылку на одно очень крутое видео на эту тему. Ну а на этом на сегодня все, пока!